Слово предоставляется Шамбусову Константину Константиновичу, консультанту Фонда Рабочей Академии, роль рабочего Федора Афанасьева в организации первой истории городского Ивана Вознесенского, Совета Рабочих Депутатов. Уважаемые товарищи, надо сказать о том, что революция 1905 года явилась генеральной репетицией для Великой Октябрьской социалистической революции. Она привела к созданию рабочим классом России новой формы государства, Советы. Город Иваново-Ивзнесенск вошел в историю как город революционной славы, родина первого в мире общегородского совета рабочих депутатов, созданного подвигом и революционным творчеством ивановских текстильщиков и условиях самодержавной капиталистической России. Классовый антагонизм, классовая рость проявлялись в Иваново-Ивзнесенске особенно остро и зримо. Здесь, как нигде, резко ощущались роскошь владельцев фабрик и нищета рабочих, особняки, дворцы капиталистов, освещение, асфальт, богатые магазины на главной улице и жалкие лапчонки, грязь и пиросиновые лампы на окраинах города. Даже представители царской власти под давлением нарастающего рабочего движения были вынуждены признать остроту классовых противоречий. Владимирский губернатор Леонтьев в 1905 году докладывал министру Ивановской фабриканты благодаря успешному и быстрому развитию промышленности в течение последних 30 лет крайне легко нажили себе громадное состояние и привыкли, благодаря пришлому контингенту рабочих из крестьян, смотреть на них, как на безответную, исключительно от них зависящую рабочую силу. Не имея экономической и нравственной связи со своими рабочими, ивановские фабриканты, корчевавшие на лавру и убежденные в своем всесилии, были всегда менее предусмотрительными в улучшении быта своих рабочих, и поэтому те всегда были лакомым кусочком для происку социал-демократической партии и агитаторов из своих же рабочих. Признавая действительно тяжелое положение рабочих, губернатор при этом не винил хозяев паблик и заводов в политический строй, обрекавший народ на бедственное и бесправное положение, а только сетовал на недальновидных предпринимателей. Губернатор признавал, что агитаторы были не только приезжие, но и из своих же рабочих. К весне 305 года Иваново-Снесецкая группа Северного комитета РСДП насчитывала до 400 членов партии. Благодарили ее опытные и испытанные руководители Федор Афанасьев, профессиональные революционеры Михаил Фрунзе, Андрей Бубнов, Ольга Валенцова, Николай Колотилов, Николай Подвойский, Александр Сабахвалов, Алексей Гастев, Александр Мандельштам и другие депутаты Иваново-Снесенского Всегородского совета Совета. В 1905 году всего рассчитывали 151 депутат, в том числе 25 женщин. Это Николай Алексеев, Василий Анеев, Семен Балашов и другие. Валенцова Ольга Афанасьевна, которая принадлежала видной роль в создании и укреплении большевистской организации, писала в своих воспоминаниях. Из всех групп Северного комитета наиболее сильной организацией была Ивана Вознесенская. Она шла впереди по количеству организованных рабочих, по своему пролетарскому составу, по тесной связи с широкими рабочими массами и по силе влияния на них. Опираясь на решение Третьего съезда РСДП, проходившего под руководством Владимира Ильича Ленина и вооружившего под партию учет реализационной тратегии и тактикой, Иваново-Вознесенская большевистская организация развернула активную деятельность среди масс, готовя их к организованному выступлению. В этот период на помощь Иваново-Вознесенцам приехали представители социал-демократической организации Московский комитет направил Михаила Фрунзе и Александра Мандельштама и другие. Северный комитет Подвойского а Алексея Гастева из Ярославля. Особенно важную роль сыграл рабочий Федор Афанасьев Иваново-Вознесенцам Фейнгольмскую Мануфактуру Нарвия. С этого возраста принимал участие в революционном движении. В 1887 году переезжает в Петербург и работает ткачом на фабрике Воронина. Здесь он ходит в марксистский кружок Бруснева, организовавшийся в 1891 году и проведший в первую в России рабочую маёвку. Одним из ораторов был Федор Афанасьев, открыто призвавший рабочих к объединению в борьбе с самодержавием. Являясь активным общественным деятелем, Федор Афанасьев подпадает под негласный надзор полиции. Марксистская организация направляет его в Москву для создания марксистских кружков. Устроившись ткачком, он вёл активную пропагандистскую работу среди текстильщиков. Но из-за преследования полиции в 1892 году снова переезжает Петербург. Не которое время работает чернорабочим на Балтийском заводе, но осенью его арестовали и почти год продержали в Таганской тюрьме. А затем выслали под особый надзор полиции на родину в Язвичи. В конце 1994 года закончилось следствие по Брусневскому кружку и Афанасьев заключён в петербургскую тюрьму Христы. После освобождения в 1996 году направлен в деревню под надзор полиции. В 1997 году приезжает Иваново-Вознесенск, работает ткачом и устанавливает связь с Иваново-Вознесенским рабочим союзом. Но в 1890 году проводит нелегальное собрание и принимает решение об объединении Иваново-Вознесенского и Кахомского рабочих союзов во Иваново-Вознесенскую городскую организацию РСДРП. И снова арест, допросы, преследования полиции за революционную пропаганду. В начале 1905 года Федор Афанасьев становится ответственным секретарем Иваново-Вознесенской группы Северного комитета РСДРП и все вместе принимают активное участие в подготовке и проведении массовой политической стачки текстильщиков. События начались 9 мая 1905 года в окрестном лесу, где состоялась городская партийная конференция. На ней были выработаны 26 основных требований, в том числе экономические, установление 8-часового рабочего дня, отмена штрафов, повышение заработной платы, учреждение социального страхования, пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, предоставление льгот женщинам, работницам, и политические о праве на собрании и стачке, о ликвидации фабричных полиций и тюрем, о созове ушедительного собрания. 11 мая была создана вторая городская партийная конференция, где приняли участие более 80 представителей фабрик и заводов. Были заслужены доклады с места настроения рабочих и готовности подняться на борьбу, рассмотрены и утверждены требования предпринимателям. Принято решение начать запастовку 12 мая 1935 года и одобрено обращение ко всем рабочим и работницам города Иваново-Зисенска с призывом организованно выступить на защиту своих интересов. было обращение в виде листовки не хватает сил больше терпеть оглянитесь на нашу жизнь до чего довели нас хозяева довольна час пробил пора приняться добывать себе лучшую жизнь бросайте работу присоединяйтесь к новашим товарищам запастовавшим товарищам и выставляйте свои свои выставляйте 26 требований и присоединяйте к ним свои требования всеобщая стачка началась 12 мая 2005 года и продолжалась два с половиной месяца первый день стачки начали рабочие фабрики Бакулина к ним присоединились текстильщики и металлисты железнодорожники ремесленники кустари и к концу дня прекратили работу 44 фабрики и завода состоялся многотысячный митинг итоги первого дня борьбы рассматривались поздно вечером на заседании Иваново-Азисенской группы Северного комитета РСДРП на котором Федор Афанасьев призвал большевиков провести широкую разъяснительную работу среди текстильщиков о трудностях предстоящей борьбы что успех зависит от единодушия и сплоченности партийных рядов и старшечников на второй на второй день от имени всех рабочих города старшему фабричному инспектору Свирскому были вручены 26 требований для передачи их фабрикантам вечером начались выборы депутатов предприятий для ведения переговоров с властями и предпринимателями обстановка накалялась в город прибыл батальон пехоты после чего губернатор решился приехать в оставший город на третий день перед зданием городского управа собрались десятки тысяч рабочих фабричный инспектор что там приближается время да сколько говорим мне вам еще нужно Свирский сообщил что предприниматели отказываются обсуждать их требования на общем собрании рабочих им предлагают рассмотреть их по предприятиям это была попытка властей и хозяевов расколоть единство и сплоченность постующих предложение было отвернуто и принято решение что забастовка будет продолжаться до тех пор пока хозяева не выполнят предъявленные им требования и что бастующие выделяют для ведения приговоров своих представителей депутатов от всех предприятий все спасибо внимание до тех пор до тех пор Продолжение следует...